Стоять автомат на землю! На этих кадрах российские солдаты сдаются в плен. Украинский боец, один из тех, кто задерживает сдавшихся, неутомимо повторяет одну и ту же фразу. Пацаны, все хорошо, как и договаривались. Как и договаривались, все хорошо. Эта сдача в плен проходила по заранее оговоренному плану. Как утверждают украинские военные, после серии неудач на фронте и объявления частично мобилизации, российские военные начали чаще выходить на контакт с украинской стороной, чтобы добровольно сдаться в плен. Но как это происходит? Координационный штаб по вопросам военнопленных. Слушаю вас. Скажите, пожалуйста, я призывной из России, я не собираюсь выживать. А можно мне сразу взять в плен, чтобы я не выебал вообще, и чтобы это зачиталось, потому что я никого не убивал. Потому что я не собираюсь выживать. Наша съемочная группа стала свидетелем попытки российского военнослужащего связаться с украинской стороной для сдачи в плен. Это колл-центр проекта «Хочу жить». Именно сюда перенаправляют все звонки граждан Российской Федерации, которые либо уже мобилизированы, или могут быть мобилизированы. Они звонят сюда для того, чтобы спросить, могут ли они сдаться в плен, или как сдаться в плен, и насколько это безопасно. Нам разрешили поприсутствовать во время одного из таких звонков. По понятным причинам мы меняем голоса и того, кто звонит, и голос диспетчера. Вы сейчас находитесь на территории России? Проект «Хочу жить» создали специально для коммуникации с российскими солдатами и теми гражданами, которые были мобилизованы на оккупированных украинских территориях. Оксана Диспетчер – это она тот человек, который налаживает первый контакт с позвонившими. Кто беспокоит граждан Российской Федерации, которые подпадают под мобилизацию? Какие вопросы они задают? Прежде всего, те, кто нам дозванивается, интересуются подробностями процедуры сдачи в плен, естественно, гарантиями безопасности. В телеграм-канале есть специальный чат-бот, и для того, чтобы процедура сдачи прошла безопасно, нам нужно внести определенную информацию. В проекте уверяют, что всем сдавшимся гарантируют безопасность. Украина гарантует неухильное выполнение всех Женевских конвенций. А именно, это три разного харчувания, медичная помощь, а также связок с родными. Если полоненный российский военнослужащий не желает вернуться к себе на Батьковщину, то Украина разглянула возможность его перебывания на территории Украины. Очень частый вопрос от российских военнослужащих, а не общаются ли они с ФСБ. Вы их как-то переубеждаете? Естественно, мы консультируем их в рамках законодательства. Все это им озвучивается. Вместе с объявлением мобилизации в России ужесточили уголовную ответственность за добровольную сдачу в плен. Тем, кто это сделал, грозит до 10 лет лишения свободы. В украинском проекте говорят, что многих российских мобилизованных это останавливает. Все военнослужащие, которые добровольно сдаются в полон, будут оформлены Украиной, как те, которые взяты в полон в бою. За менее чем месяц в проект «Хочу жить» позвонили более 2000 российских военнослужащих или их родственников. Какой мотив тех, кто обращается, звонит в ваш проект? Они боятся погибнуть или не поддерживают ту войну, которую развязал Кремль? Звонок в колл-центр называется предварительной сдачей в плен. Но чтобы сдаться по-настоящему российскому военному, все равно нужно попасть на войну. Уже когда потенциальные военнопленные окажутся на территории Украины, с ним свяжутся, говорят сотрудники проекта, и сообщат, как перейти линию фронта. Андрей Кузаков, Владислав Смелянец. Настоящее время. Украина.